Перго-пчелиное применение. Перго-пчелиное – смесь из цветочной пыльцы, нектара, воска и выделяемого пчелиного секрета. Пергу пчелы закладывают в ячейки и сот перед закладкой меда, где она хранится и используется пчелами для питания на ранних этапах развития. Поэтому пергу часто называют пчелиным хлебом. Применение перги. В процессе ферментации перга плотно утрамбовывается и для наилучшего переваривания преобразуется в гранулы. Получившаяся гранула содержит в себе весь комплекс из полезных минералов, витаминов и микроэлементов. У такого продукта, как перга, пчелиное применение достаточно широкое. Ее используют как в традиционной медицине, так и нетрадиционной, в комплексе с гомеопатическими средствами. Перга обладает противовоспалительными, общеукрепляющими свойствами, содержит важные биологически активные пищевые соединения. Является мощным иммуномодулятором, укрепляет и повышает иммунитет. Перга пчелиное применение. Как принимать пергу? Для получения максимальной пользы необходимо правильно ее принимать. При передозировке возможны серьезные аллергические реакции. Детям 1-6 лет разрешается в сутки принимать не более 5 гранул перги, от 6-9 лет, не более 10 гранул, 9-12 лет, не более 15 гранул. Взрослым и детям старше 12 лет можно принимать, в зависимости от назначения, лечения заболевания и степени его тяжести, не более 20-25 гранул. Гранулы медленно рассасывают до полного растворения, желательно натощак, не запивая водой или другой жидкостью. Для уменьшения кисловато-гарьковатого привкуса можно смешать с медом. Обратите внимание, перед тем как употреблять гранулированную пергу пчелиную, важно учитывать, что прием данного продукта вызывает мощный прилив сил. И энергии повышает работоспособность. Поэтому не рекомендуется принимать ее в вечернее время. Для предотвращения гипервитаминоза лечение пергой проводят курсами не дольше одного месяца, делая перерывы между ними в 10-12 дней. Если по каким-либо показаниям рассасывать пергу нет возможности, если есть такая болезнь, как язва желудка, 12-перстной кишки и Т. П. Можно приготовить целебный настой. Для этого 20 грамм продукта заливают 200 миллилитров кипяченой воды комнатной температуры и дают настояться 30 минут. Принимать 3-4 раза в день по 50 миллилитров. Важно! Не рекомендуется подогревать продукты пчеловодства выше 40 градусов 100 кг. При нагреве они теряют большую часть своих полезных свойств. Также можно добавлять гранулы перги в теплые травяные чаи, ромашковый, липовый, смородиновый, малиновый, шиповниковый. На заметку! Принимать продукты пчеловодства в лечебных целях следует с осторожностью, чтобы не вызвать аллергическую реакцию. Лечебные свойства Пчелиная перга обладает лечебными свойствами, благодаря составу, богатому, витаминами А, Д, С, Р, группы В, минералами и микроэлементами, железо, йод, магникалий, кальций, натрий, фосфор, хром, кремний, незаменимыми аминокислотами, протеинами, фенольными соединениями, имеющими антибактериальные, противовоспалительные, антидиабетические, антиоксидантные свойства, белками. Богатый витамин и минеральный комплекс состава продукта имеет ярко выраженный лечебный эффект. Особенно заметен результат при правильном и грамотном употреблении. Правильное употребление благодаря уникальному составу регулярный курсовой прием перги способствует улучшению обменных процессов всего организма, восстановлению энергетических затрат, особенно в период интенсивных физических и умственных нагрузок очищения. Организм от токсических соединений обладает мощным интоксикационным действием нормализации уровня сахара и холестерина в крови, уменьшению количества в крови холестериновых бляшек, нормализации работы эндокринной и репродуктивной систем, улучшению микроциркуляции, лимфатической жидкости в организме. Умеренный прием продукта улучшит состояние мышечной и нервной систем, вернет истощенному человеку силы и бодрость духа. Принимая пягу курсом можно лечить такие заболевания – анемия. За счет содержания в продукте большого количества железа при регулярном приеме анемия бесследно проходит качественный состав крови и заметно улучшается. Аритмия – сердечная недостаточность, улучшение работы сердца, нормализация кровообращения в сердце и сосудах, головном мозгу. Нервные расстройства – при перевозбудимости, нарушении сна, беспокойстве, тревожности и тому подобное. Нарушение ЖКТ – расстройство кишечника. Натуральные компоненты перги способствуют естественному и мягкому очищению кишечника от продуктов метаболизма, шлаков и токсинов. Улучшение работы печени и ее протоков поджелудочной железой. Гипертония – гипотония, нормализация кровяного давления, улучшение микроциркуляции крови в сосудах головного мозга и их укрепление, предупреждение инсультов. Повышает потенцию и либидо у мужчин. Укрепление иммунитета – повышение защитных сил организма. Улучшает зрение – снижает риск образования катаракты, глоукомы. Способствует быстрому заживлению ран, предотвращению образования гноя в глубоких ранах. Способствует похудению за счет восстановления и обмена веществ, нормализации гормонального фона при ожирении, снижении аппетита. Чтобы получить максимальное положительное свойство и ожидаемый эффект от приема, важно применять пергу в умеренном количестве и не превышать рекомендуемую суточную дозировку. Каждые 30 дней приема необходимо делать 10-дневный перерыв. Совет. С осторожностью принимают продукт при беременности, период лактации, премиуме матки и иных доброкачественных новообразованиях. Нарушение свертываемости крови, аллергии на продукты пчеловодства. Так как лечение пергой предусматривает длительное ее потребление, важно правильно хранить продукт, чтобы предотвратить процесс брожения и образования плесени. Готовый продукт следует хранить в холодильнике, на полке, в шкафу, в высушенном виде, защищая от попадания прямых солнечных лучей, можно замораживать. Пчелиная перга – прекрасное средство в борьбе с различными заболеваниями, также отличный продукт для повышения защитных сил организма и укрепления иммунитета. Использование данного продукта, если имеется диагностированное заболевание, должно осуществляться в разумных дозах.